Всем привет, дорогие друзья! Вот и наступил тот момент, когда обычные жареные кабачки уже надоели и всякие рулетики уже вы попробовали. Поэтому наступило то время, что можно приготовить вот такие вот кабачки сырные. Они очень сочные и нежные внутри получаются, в очень вкусном кляре. И обязательно мы приготовим очень вкусный соус, который подчеркнет их нежность. Это все, как всегда, очень просто, очень быстро и невероятно вкусно. У меня в этот раз вот такой вот цукини. Можно использовать обычный светлый кабачок, либо баклажан. Это вообще не принципиально. Нарезаю его кольцами где-то миллиметра по 3-4. Чуть тоньше, чем обычно вы режете, когда жарите просто обычно кабачок с двух сторон. Чуть тоньше. Теперь выкладываю их в миску и присаливаю. Хорошенечко перемешиваю и отставляю в сторонку. Пока они у нас будут просаливаться, мы с вами приготовим кляр. Для кляра нам нужна будет ледяная вода. Для того, чтобы она была максимально холодной, я добавила туда 2 кубика льда, которые как раз растворяются. Возьму одно яйцо, его присолю и добавляю сюда свою ледяную воду. Количество кляра зависит от количества ваших кабачков. У меня на небольшой кабачок ушло на одно яйцо 2 с огромной горкой столовые ложки муки и 50 миллилитров воды. Но на одно яйцо, если кабачок у вас довольно крупный, можно добавить до 4 столовых ложек муки с горкой с хорошей и до 100 миллилитров воды. По консистенции, конечно же, нужно смотреть. Вот такая вот получилась у меня консистенция. Смотрите, тут очень сложно, я не могу сказать, что это жидкая сметана, у каждого сметана даже разная. Вы будете, когда первый кружочек жарить, вы сразу поймете, что вам нужно добавить, воды или бамбуки будет. Также нам понадобится сыр. Лучше взять сыр любой, кроме моцареллы, которая сильно потечет. У меня здесь российский сыр, можно использовать голландский, любой, который у вас завалялся в холодильнике. Нарезаем его чуть тоньше, чем кабачки, где-то миллиметра по 3. Вы видели, я сложила такой бутербродик, кабачок, внутрь сыр и сверху кабачок. Обваляла это все в муке хорошо со всех сторон. И теперь обмакиваю в кляр тоже со всех сторон, чтобы сыр у нас не вытекал, чтобы он запечатался у нас. И выкладываю на сковородку, жарю на огне чуть меньше среднего, чтобы они у нас хорошо пропеклись, потому что жарятся они довольно долго. И теперь приготовим соус, пока жарятся кабачки. У меня здесь сметана, произвольное количество. Я сюда добавила шпинат, у меня был измельченный. Можно сюда добавить немножечко чеснока и укропа, это более привычный вариант для кабачка. Также добавляю сюда горчицу в зернах, она придаст и кислинку, и немножечко остроту. Немножечко можно посолить и поперчить. Больше сюда ничего добавлять не нужно. Ну, все по вкусу. И получились вот такие вот у нас кабачки в блинчике, даже не знаю, как это правильно сказать, не фаршированные кабачки. Вот очень прям вкусно. Кушать, когда очень горячий, не советую, потому что сыр довольно мягкий, он тянется, вытекает. А вот чуть-чуть дайте им приостыть, и сыр будет тянуться, и внутри будет очень сочно и очень нежно. С соусом это вообще безумно вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт, он понравится вам и вашим родным. Готовьте с удовольствием, а с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!